Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. 2012 новых квартир вместо 80 старых домов. Застройку микрорайона «Весенний» планируют начать этим летом. Денежного курьера мошенников задержали в поезде, который направлялся в столицу. Оперативно вычислили преступника сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД. О вреде наркотиков рассказали учащимся колледжа отраслевых технологий. Медики приурочили акцию к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В Беларуси вступает в силу запрет на ловлю щуки. Он продлится до 15 апреля. Парад, подворье предприятия, ярмарка, сжигание чучела и концерт. Новый формат масленичных гуляний обсудили в горосполкоме. Снова лидеры. 10-й международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок ректора прошел в университете имени Янки Купалы. За стройку микрорайона «Весенний» в Гродно планируют начать этим летом. По проекту на месте частного сектора возведут многоэтажки. Около 80 старых домов снесут. Проработанная заказчиком визуализация микрорайона определён первый дом, который будет строиться в данном микрорайоне. Таким образом, в областном центре должно появиться 120 тысяч квадратных метров нового жилья. Это будет 2012 квартир, рассказали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства города. Определённый порядок работ. Заселение жильцов в этот дом запланировано из тех жилых домов, частной отдельной жилой застройки, которые подлежат сносу. В дальнейшем, после переселения данных граждан, будет рассматриваться вопрос по этапности строительства последующих жилых домов многоквартирного. При этом концепция проекта ещё может измениться. Предстоят общественные обсуждения. По задумке, новый микрорайон должен стать украшением города. Однако, как сделать это грамотно, власти обсуждают до сих пор. Рядом с микрорайоном будущей стройки находятся Каложская церковь и замки. А потому современные высотки необходимо удачно вписать не только в общий генеральный план Гродно, но и в исторический вид города. Курьера мошенников из Гродно задержали в поезде, который направлялся в столицу. Его личность удалось установить благодаря тому, что после передачи денег пенсионерка заподозрила обман и оперативно обратилась в милицию. Преступника вычислили сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД по горячим следам. 29 февраля в дежурную часть Октябрьского РУВД города Гродно обратилась престарелая жительница нашего города, которая сообщила о том, что ей на домашний телефон поступил звонок от внучки, которая рассказала о том, что по ее вине произошло ДТП. Пострадали невиновные люди, она сама также находится в больнице, попросила о помощи, после чего разговор прервался. Вскоре женщине на домашний телефон перезвонила девушка, которая представилась сотрудником милиции, сообщила, что если пострадавшей стороне не будет возмещен моральный и материальный ущерб, ее внучка будет привлечена к уголовной ответственности. Конечно же, женщина, переживая за судьбу внучки, сказала, что готова отдать все свои сбережения в сумме 3000 долларов США и 6000 рублей. Спустя некоторое время к пенсионерке домой приехал курьер, которому она отдала все свои сбережения. Когда вечером домой вернулись родственники, выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников. Действия молодого человека квалифицированы по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, а также мероприятия по установлению соучастников. О вреде наркотиков рассказали учащимся колледжа отраслевых технологий. В Гродно прошла традиционная акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Группой риска в этой проблеме по-прежнему остаются подростки, которые, к сожалению, нередко становятся закладчиками или сами употребляют психотропные препараты. И в этом вопросе гродненские специалисты придерживаются единого мнения – лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать. Именно поэтому с воспитанниками учебных заведений специалисты разных учреждений встречаются часто. Напоминает о вреде наркотиков для здоровья, формировании зависимости, предусмотренной административной ответственности. Крупные профилактические акции с приглашением специалистов в учебных заведениях проходят как минимум два раза в год. Однако и сами учащиеся регулярно говорят об этой проблеме. К примеру, в колледже отраслевых технологий работает молодежный отряд «Мой выбор», активисты которого каждый месяц встречаются со сверстниками и рассказывают о вреде наркотических средств. О последствиях, какая статья, что за это грозит и что в дальнейшем будет. Мы агитируем ребят за ЗОЖ, проводим акции специальные, чтобы не было данной проблемы. Сейчас очень актуально среди молодежи. И мы, люди, молодые парни и девушки попадают на эту удочку. В Беларуси вступает в силы запрет на ловлю щуки. Запрет будет действовать с 1 марта по 15 апреля в рыбных угодьях большинства белорусских областей. Речь идет о Гродненской, Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. В случае уловы рыбакам следует как можно быстрее освободить хищника и выпустить его в естественную среду обитания. Решение о введении ограничений на отлов щуки связано с тем, что сейчас начинается период нереста данной рыбы. Она раньше других начинает оплодотворять икру, так как нетребовательна к прогреву воды и иногда нерестится даже подо льдом. Щука является важным звеном в их теофауне. Она уничтожает ненужных рыбешек, а также поедает больных и ослабленных рыб, что благоприятно влияет на оздоровление популяции. Если же щука была поймана непреднамеренно, то ее следует отпустить в живом виде, не причиняя вреда. В противном случае штраф до 30 базовых величин. В период нереста специалисты работают в усиленном режиме. Так, в прошлом году выявили 76 нарушений в рыболовстве. А в этом уже 7. Изъято 3 рыболовные сети общей длиной 75 метров и 30 килограммов незаконно добытой рыбы. 12 человек добровольно сдали около 20 рыболовных сетей общей длиной 570 метров. По санкции, выданным непосредственно прокурорами, было проведено осмотры. У нарушителей изъято около 40 рыболовных сетей общей длиной 1800 метров. Также возможностью добровольной сдачи гражданин воспользовался и сдал электроловильную установку. Это в простонародье электроудочка, которая является самым варварским орудием среди браконьеров для незаконной добычи рыбы. Также государственная инспекция напоминает, что возможностью добровольной сдачи можно воспользоваться, позвонив сотрудникам либо на телефон доверия, либо сотрудникам непосредственно, если такие контакты имеются, и сдать запрещенное орудие рыболовства. В противном случае санкции статьи предусматривают штраф до 30 базовых величин, что на данный момент составляет 1200 белорусских рублей с конфискацией запрещенных орудий рыболовства. Итоги работы за 2023 год и ключевые задачи на 2024 для сферы культуры обсудили в Гродно. На Совете вспомнили и по достоинству оценили подходы к организации городских праздников, ко Дню Независимости, Дню Победы, Дню Города, открытие трех новых филиалов детских музыкальных школ на улицах Щерса, Крылова, Митрополита Филарета. Это позволило улучшить условия обучения для более чем 500 детей. Набрали еще 60 учащихся. Прошлый год у нас также отмечен рядом наград. Премия ДУКО были отмечены как лучший режиссер года, работник Центра культуры Ирина Миклашевич, лучшим работником детских музыкальных школ искусств был отмечен педагог школы искусств имени Тезенгауза Лилия Суганяка. Руководитель заслуженного коллектива Гродненская капелла Владимир Николаевич Бормотов получил звание почетный гражданин города Гродно. Были также ряд других наград. В повестке совета также были вопросы кадрового обеспечения, материально-технической базы, заработные платы работников учреждений культуры. В год качества планируют по всем показателям улучшить результаты, продолжат открывать новые филиалы, собираются увеличить процент охвата детей, которые получают музыкально-эстетическое образование. Много сил вложат в празднование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 14-го фестиваля национальных культур. Парад, подворье предприятий, ярмарка, сжигание чучела и концерт. Новый формат масленичных гуляний обсудили в горосполкоме. До Гродненского розгуляя осталось более двух недель. Массовые гуляния пройдут 16 марта и охватят весь центр города. Это концептуально новое мероприятие, в котором будет задействовано большое количество различных тематических площадок, локаций, достаточно новых решений, в том числе и технических. И самое главное новшество – это масленичный парад, который начнется в 12 часов и пройдет по улице Социалистической до площади Ленина, после чего у нас пройдет тематическая акция «Гродненский хоровод», на котором мы ждем всех жителей нашего города. На площади Ленина свои выставочные площадки развернут многие предприятия нашего города. Каждая из подборий будет характеризовать один из дней масленичной недели. Наша площадка называется «Лакомка». И мы представляем третий день масленицы. Особенностью нашей выставочной площадки является то, что именно на третий день к тещи на блины приезжает зять. Поэтому всех будет встречать радостная, прекрасная наша теща. Вместе с дядем и угощать всех блинами. Блины будут печься в красивой печке. И это все будет представлено в виде избы. Также для жителей и гостей города организуют автомотоплощадку, спортивный городок, зоо-уголок, ярмарку ремесленников Козюки. Будет много самобытных героев, театр живых скульптур, кафе под открытым небом, детко-молодежный шатер и концерт. В 18.00 в парке Желебера, не нарушая традиции, сожгут чучело зимы. Традиционный 10-й международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок ректора прошел в университете имени Янки Купалы. На протяжении трех дней лучшие волейбольные команды вузов Белоруссии и России боролись за звание чемпиона. В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд из Купаловского университета, медицинского вуза, обособленного структурного подразделения с Дюшор, учреждения физической культуры и спорта, волейбольный клуб «Гродненский коммунальник», БГУ, Минского государственного лингвистического университета и Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Список участников пополнился тремя зарубежными вузами. Балтийским федеральным университетом имени Эммануила Канта и Санкт-Петербургским государственным университетом. А также впервые заявлено в турнире на Кубок ректора команда из Санкт-Петербургского горного университета. Всего порядка 107 игроков. Каждый раз, с каждым разом этот турнир приобретает все больший формат. И в этом году у нас участвовало 9 команд, 107 игроков и 3 команды из Российской Федерации. Две из Санкт-Петербурга и одна из Калининграда. Этот турнир становится турниром не только спортивной борьбы, но мы его еще и называем турниром дружбы. Потому что наши студенты, которые играют в этом турнире, наши девчонки, они дружат между собой, они знакомятся еще и с достопримечательностями города Гродно. Ну, действительно, это Кубок дружбы. И очень приятно, что в очередной раз этот турнир выиграла команда Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в честной и тяжелой борьбе. Волейбольный турнир на Кубок ректора ежегодно проходит в праздничную неделю и приурочен ко дню рождения Купаловского университета. Впервые соревнования прошли в рамках празднования 75-летия вуза в 2015 году и за 9 лет стали традиционными. К слову, команда университета имени Янки Купалы второй год подряд становится лидером чемпионата. Игра была на самом деле очень волнительная, потому что все-таки за первое и второе место играем, играем на приз, на престиж нашего университета, потому что когда ты представляешь свой университет, ты не имеешь права сыграть плохо. Поэтому мы были все на эмоциях, старались максимально отдаться моменту, отдаться игре, и поэтому вот выиграли 3-0. Международный женский день в Грудинском театре кукол. Музыкальный концерт «Чего хотят женщины» 7 марта в 19.00. «Чего хочет женщина?» – вечный вопрос. Будем искать ответы вместе. Вместо слов – хиты, зажигательные танцы, зарисовки из жизни, юмор и любимые актеры. Лучший подарок – моменты, проведенные вместе. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте кинотеатр Мегамаг. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин